Когда мы говорим о личной жизни Лермонтова, мы очень часто вспоминаем словосочетания «разбитые женские сердца», «несчастная любовь» или даже «интриги». И не во всём это верно. Например, о дон-жуанском списке Лермонтова говорить не приходится. Но были в его жизни очень скандальные истории, и некоторые из них даже легли в основу романа «Герои нашего времени». Вот сегодня мы поговорим о том, что именно произошло, почему потом исследователи получили возможность говорить о том, что Лермонтов увёл невесту у своего друга, и что стало сюжетной линией нескольких рассказов «Герои нашего времени». Эта история сразу связана с двумя именами, одной из которых Варвара Лопухина, а вторая — Екатерина Сушкова. Вот Варвара Лопухина жила в 30-е годы XIX века неподалёку от Лермонтова в Москве, и Михаил Юрьевич одновременно дружил, кстати, и с её сестрой Марией, и с братом Алексеем. И Шангирей, это троюродный брат Лермонтова, который оставил очень красочные воспоминания об этом периоде, например, считал, что Варвара была главной любовью жизни Лермонтова, и он писал об этом периоде. Мишель был влюблён в умную, светлую, ясную, как день, и во всех смыслах прекрасную Вареньку Лопухину. Сам же Лермонтов сказал, «Она не гордой красотой прельщает юношей живых, она не водит за собой толпу вздыхателей немых, и стан её не стан богиней, и грудь волной не встаёт, и в ней никто свою святыню, припав к земле, не признаёт». Ну да, к их отношениям никто серьёзно тогда не отнёсся, потому что они были просто подростками, и вряд ли отец Варвары, подчистоятельным дворянином, мечтал видеть своим зятем Лермонтова. Одновременно с этим, кстати, Лермонтов увлекается, влюбляется, делает всё то, что делают все, наверное, подростки в его возрасте, и тут появляется ещё одно имя. В подмосковной усадьбе Середнякова в 1930 году Лермонтов знакомится с Екатериной Сушковой, её называли «Мисс Блэк Айс», и у Лермонтова есть стихотворение «Черноок», которое несколько объясняет это прозвище, которое ей дали. И она была очень яркой личностью, многие говорили о какой-то небывалой её красоте. И сам Лермонтов сказал, что она была похожа на летучую мышь, за крылья которой цепляется всё, что попадается на пути. И вот Лермонтов, 16-летний, увлекается Екатериной, посвящает ей стихи, и это встречает довольно необычную для него реакцию. Она начинает смеяться над ним, над его стихами, ей кажется невозможной и тоже смешной разницей в возрасте, потому что ей тогда было 18, она уже выходила в свет, и он ей казался мальчиком. И всё это очень сильно ранило его самолюбие. Потом он этого забыть ей так и не смог. И вот с учёбой в Москве у него не сложилось, и в итоге он вынужден был покинуть Московский университет, на экзамен, в который он не явился. И таким образом он переезжает в Петербург. В Петербурге поступает в военную школу, и начинается совсем иная жизнь. Казалось, что с московским периодом окончено, и эта другая жизнь должна перекрыть прошлое. Но тем не менее, весточки из прошлого к нему прилетали. Вот таким образом Шангирей вспоминает, что однажды он привёз такой привет от Варвары, и не встретил совершенно никакой реакции на лице Лермонтова. Его это сильно удивляло, и он спросил Мишеля, как его называли дома, почему так? Мишель сказал, ты ещё мал, всего не понимаешь. В то же время в 1935 году Лермонтов вновь встречается с Ушковой. Точнее, это происходит зимой 1934-1935 года. Он вновь встречает с Ушковой, вновь она в его окружении, но обстоятельства совсем иные. Например, все знают, что Алексей Лопухин, друг Лермонтова, собирается сделать ей предложение. Но это развитие событий кажется всем невозможным, потому что Сушкова ветренно, циничная в чём-то, а Алексей завидный жених. И вот тут происходит то, что потом будет называться интригой в духе Печорина. Лермонтов пишет в одном из писем Верещагина, что он решил скомпрометировать её. Он начинает обращать внимание на Сушкова, он начинает создавать такое впечатление, что она его невеста, и в конце концов, после долгих попыток, это ему удаётся, и Сушкова влюбляется в него. И когда цель достигнута, он просто исчезает из её окружения, она не понимает, что происходит, пытается найти его, чтобы получить эти объяснения. И он в этот момент составляет анонимное письмо. Он пишет, что он состряпал так удачно, что оно упало в руки тётушек, естественно, попало к самой Сушковой. Она читает его и видит, что всё письмо проникнуто бесконечным сочувствием к её персоне, что Лермонтова, автор письма, презирает. И он даже пишет, что этот человек не достоин ничего, кроме презрения. И он пишет, что Лермонтов уже был замечен в такой же интриге. «Мне очень жаль, что вы стали жертвой этого человека». Чтобы завершить эту интригу, Лермонтов на следующий день после письма едет к Сушковой в дом, естественно, получает отказ от дома, и узнаёт, что Сушкову не только запрещено с ним видеться или танцевать, но и просто разговаривать. И он пишет об этом. «Я отомстил старой кокетке, отомстил за слёзы ребёнка, пролитые в 15 лет». И таким образом это становится сюжетной линией княжной мэрии и Печорина. Несложно угадать. И после этого, через недолго, какое-то короткое время, Лермонтов весной уже 1935 года узнаёт, что Варвара Лопахина выходит замуж. Она вышла замуж, человеку сильно старше себя, что-то около 17 лет. И это сильно его тогда удивило. В воспоминаниях Шангирея говорится, что они играли в шахматы, и Лермонтову принесли записку, в которой говорилось, видимо, о замужестве скором Варвары. И Шангирея, ещё не зная, что там описывалось, увидела на лице Лермонтова какую-то странную реакцию. Он хотел спросить его, что случилось, на что увидела, как Лермонтов стоит из-за стола, подаёт ему записку и говорит, вот сам посмотри, и выходит из комнаты. Да, Варвара вышла замуж за Николая Бахметьева, который на 17 лет её старше. Это многим казалось странным. Ну, в общем-то, этому были и объективные причины. Помимо того, что родители Варвары, отец, скорее всего, настаивал на её скором замужестве, у неё был подходящий для этого возраст. Ещё и слухи о личной жизни Лермонтова, которые, конечно, до неё доходили, были причиной, почему она так резко дала согласие на этот брак. И вот она выходит замуж, и вся последующая история Лермонтова и Варвары от нас скрыта, потому что он тщательно вообще оберегал свою личную жизнь, по воспоминаниям тоже многих современников, и написал, «Я не хочу, чтобы Света узнала мою таинственную повесть», «Кого любил, за что страдал, тому судья лишь Бог да совесть». Какие-то отголоски этой истории мы узнаём в истории Вера и Печорина в романе «Герои нашего времени». Это была достаточно скандальная история, потому что при выходе первой редакции романа, ещё при жизни Лермонтова, многие стали говорить о том, кто стал прототипами этих героев. Если говорить сегодня, то надо сказать, что реальных людей, перенесённых в его творчество, было не так уж и много. Например, в «Герои» это только Вера и доктор Вернер. Вот Вера действительно в первой редакции, особенно похожа на Варвару Лупхину, она так же выглядит, она так же ведёт себя, и контекст их отношений очень похож. Мы знаем, что в «Герои» основная история отношений Печорина и Вера, она где-то позади романа, что мы узнаём о ней по некоторым полунамёкам, и что теперь только завершение этого всего. Мы знаем, что в конце их история в этом романе Вера говорит, что она очень больна, и что, скорее всего, её скоро не станет. И вот спустя время, когда уже Лермонтова не было в живых, сестра Лупхиной, Мария, пишет, что Вера Варвара очень больна, и я связываю её отказы от лечения за границей или в Москве только с тем, что Мишеля не стало. Возможно, я не права, но слишком много к этому подводит. Да, это такое специфичное завершение всей этой истории. У нас нет переписки между Варварой и Лермонтовым, потому что, по одной из версий, как раз после выпуска «Героя нашего времени в свет», муж Варвары её уничтожил. И у нас нет никаких свидетельств, написанных самим Лермонтовым. Он даже, кстати, не был женат, что тоже рождает некоторые домыслы и пересуды. Сам, кстати, он никогда об этом не отзывался, хотя бабушка однажды в письме сказала, что она очень не хочет, чтобы он женился. Бабушка Лермонтова была таким главным опекуном в его жизни. А он через своего героя, через Перчорина, может быть, выразил свою мысль. Он сказал, что матери мои однажды гадали, когда я был ребёнком, и нагадали, что я умру от злой жены. У меня выработалась стойкая неприязнь к женитьбе. Да, герой был главным прозаическим произведением в его жизни и последним, единственным, завершённым. Может быть, поэтому он так много сил вкладывал в него, может быть, поэтому там так много биографического. Но на самом деле мы очень плохо знаем, каким был Лермонтов, почему он вообще придумал эту интригу, потому что она была не очень в духе времени. Это скорее желание Лермонтова показаться обществу, книжным героем. Мы не знаем, кем бы он был. У нас много вопросов, которые мы часто задаём. Например, если бы Мартынов не стрелял или если бы Варвара не вышла замуж. И множество предположений, каким бы он был человеком. Мы знаем очень немного об этом. Например, мы знаем, что Лермонтов планировал написать большой роман-эпопею, что он вообще захотел попробоваться в прозе. И многие писатели считали его лучшим прозаиком, чем поэтом. Например, Чехов, который сказал, что он бы по этой прозе учил бы людей писать. Аксаков, который говорил напрямую, я считаю, Лермонтову прозаика сильнее, Лермонтову поэты. Или Толстой, который сказал, если бы этот мальчик прожил чуть больше, мы бы с Достоевским не понадобились бы. Но у нас довольно мало ответов на предполагаемый вопрос. Может быть, в этом и главная загадка Лермонтова писателя, Лермонтова человеку. Он много сделал для того, чтобы мы ничего не могли о нём говорить. И может быть, это основание для того, чтобы мы менее строго относились к его каким-то юношеским ошибкам. Он был очень молодым поэтом. Мы обычно вспоминаем, что в 26 лет немногие из писателей смогли создать так много, что там у, например, Гоголя была только Сорочинская ярмарка, не было ещё основных произведений «Ревизор» или «Мёртвые души». А Лермонтов — очень молодой поэт с только ранним творчеством, с отсутствием зрелого или позднего периода. И мы всегда, наверное, должны вспоминать о том, что в юности совершать ошибки более простительным, чем в зрелом возрасте. А Лермонтов погиб всего в 26 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова